Я представляю группу людей, которые собрались для того, чтобы написать книгу о Сергее Полонском, без Сергея Полонского. Это книга о людях, которые решили в свое время построить одну из самых крупных корпораций на рынке девелопмента, Мерекс Групп. Это книга о людях, которые верили в то, что невозможно и возможно. И наша задача, наверное, рассказать о том, о чем умалчивали СМИ, потому что очень много осталось неизвестным из-за кадров. Герой книги стал жертвой своих амбиций, своего тщеславия. Тот, кто посылал всех, у кого нет миллиарда, остался ни с чем. Я исследую его феномен, потому что Полонский это реально уникальный бизнесмен. Российский менталитет заточен на том, что людей, которые выделяются на рынке, в толпе и так далее, пытаются загнобить. Их просто не любят. Каждый день мы читаем в новостях какую-то новую информацию о том, что его схватили или не схватили, отпустили и так далее. Наша задача донести до людей не то, что хотят показать люди, которые, возможно, заинтересованы публикацией данных материалов, а донести то, что действительно прошли и чувствуют люди, которые работали с ним не один год. Свидетели – это те люди, от которых зависело становление и успех Полонского в его лучшие годы. Их имена останутся втайне до самого дня выхода книги. Книга у нас будет состоять из 12 интервью. Это не просто так взято данное число. 12 интервью, как 12 знаков зодиака. 12 людей, наиболее сильно повлиявших на становление данного бренда. В этом есть некая мистика. Это книга, которая расскажет о Полонском то, о чем никто не знал прежде. Данная книга, может быть, нужна тем, кто для себя наметил какие-то цели. Тем людям, которые хотят реализоваться в данной стране, но, возможно, чего-то боятся. Потому что за тем, что мы хотим сделать, наверное, стоит одна очень большая цель. Донести до тех людей, которые хотят менять систему, хотят менять ситуацию в стране, что да, это возможно. Несмотря на то, что они столкнутся с какими-то препятствиями, возможно, столкнутся с какими-то трудностями. Но если каждый из нас будет сидеть в углу и бояться, у нас никогда и ничего не изменится. Присоединяйтесь к нашему проекту, давайте все вместе узнаем правду. Что же действительно происходило в этой корпорации и происходило в этот момент в нашей стране. В этой книге, возможно, кто-то найдет формулу успеха Полонского. Заработать более 4 миллиардов долларов, а именно заработать, а не украсть, удавалось в новейшей истории России. Мало кому. Ну, и просрать так же. Мало удавалось. Мало удавалось.